Всем привет! Позавчера, 16 ноября, завершился турнир памяти Максима Анатольевича Ушарина в Челябинске. И я сейчас поделюсь сначала своими впечатлениями, потом уже посмотрим пару партий, не моих. От моих мы, наверное, устали уже. И завершу все словами благодарности. Итак, по поводу своего выступления. Ну, мне кажется, что выступил очень даже достойно, при этом мог выступить лучше. Забери зевнутую пешку, да, Пашка, было бы вообще второе место. Ну, конечно, не хватало уверенности, потому что играю не так много. Но в плане своего выступления хочу отметить, что, да, уверенности стало больше. Очень благодарен, то есть, за то, что мне удалось хорошо выступить. Ну, в первую очередь, понятное дело, семье. То есть, мы жили у Ушурина, у брата моей жены. И вместе со мной, как 20 с лишним лет назад в Самару, приехала жена, приехал сын. И они меня вдвоем поддерживали. Организаторы позволили жене там сидеть в отдельной комнате, никому не мешать. Разрешили снимать. Главный судья дал исключительное разрешение на введение коротких съемок на телефон в начале партий. Благодаря чему ролики получились лучше. Ну, и поддержка, конечно, ощущалась и от семьи, и от учеников, от болельщиков. То есть, мне писали в ВК слова поддержки многое. Я все это чувствовал даже истемнение от тех, кто не смог доехать. И от не шахматистов даже. Ну, надо сказать, что, еще раз, что моих партий просто насмотрелись. Очень достойно выглядели на турнире многие молодые шахматисты. Просто не один, а именно многие. И, в частности, мне, например, понравилось, что Даниил Паньков обыграл Рудика Макаряна. То есть, вот сейчас мы глянем быстренько эту партию. На мой взгляд, дебют он разыграл немножко неудачно. Рудик грамотно избавляется от сдвоенных пешек. У него преимущество двух слонов. Удерживать пешку С4 белым просто опасно. У них застревает в центре король. Поэтому решение сыграть Е5 и все-таки рокировать выглядит логичным. Но после ДЦ черные отыграли пешку. И, конечно, в этой позиции у черных лучше. Мне кажется, что заслуживало внимания, например, Х5. Удержать коня на Ф5. И потом как-нибудь слона на Ж3 привести. Впрочем, здесь Рудик пошел на длинный форсированный вариант. И, скорее всего, после рокировки... А может быть, решил, что сейчас все. Ладью на Д8 поставят и партия закончится. Может быть, так играть можно. Просто после Ж4 вот здесь начался длинный форсаж. Который выглядит, что черные здесь просто выигрывают. Но Даниил очень верно оценил возможность выскочить слоном на А3. И после слон бьет А3. Ладья бьет Д1. Белые отыграли пешку. И получили лучший Эршпиль. У них, конечно, конь. Фигура по определению более слабая у противника слон. Но абсолютно все белые фигуры намного активнее, чем их оппоненты. То есть и ладья активнее. То есть здесь Даниил молодец. Не стал соглашаться пытаться сделать ничью. Отправился за слабыми пешками. Полностью сковал противника защитой. Ну, я не знаю, выигрывал ли здесь ладья А4. С идеей ладья бьет А6. А на слон Ф8 ладья Ж4. С идеей ладья Ж8 и ладья А8. Скорее всего, здесь уже игралось все на добавленном времени. И Даниил решил форсировать ничью. То есть здесь, конечно, очень неплохо смотрелось. А4, А5 фиксируя слабость на А6. Конь Е4, естественно, самый такой логичный ход. Но на свою беду Рудик решил, на что бы то ни стало, победить. И ушел королем на С7. Моя догадка заключается в том, что здесь было мало времени. Особенно у белых. Но теперь после король Б6 ладья Д4, А5. Конь попал на Д6. Грозит вилка на С8. И белые забирают пешку А6. А за ней тут же теряется пешка Ф7. То есть, все, вот здесь партию уже не спасти. И очень четкое решение. Ладья идет на Ф3, а король переходит на Ф7. Вот. Но вы, может, кто-то из вас, возможно, даже не знает, что Рудик Макариан это очень сильный шахматист, который выигрывал челябинские турниры с отрывом. И, по-моему, как обычно, в мемориале Панченко он оторвался чуть ли не на одну очко от второго призера. И не выполнил гроссмейстерский балл. Не хватило встреч с гроссмейстерами. Вот. То есть, шахматист очень сильный. Тоже молодой. И отметился здесь, на этом турнире, победой над победителем турнира. Я думаю, что Даниил Дубов не обидится, если мы эту партию с вами тоже посмотрим. Причем победил черными. Значит, белые достаточно непритязательно разыграли дебют. И мне кажется, есть смысл такому ветерану, как я, присмотреться к этой трактовке. То есть, Петросян в своих шахматных лекциях, в частности, рассказывал, у него, по-моему, есть такая лекция с заголовком «За что я люблю ход слон g5». Вот. И Рудик играет, ну, грамотно. Ферзь идет именно на e7, чтобы слон попал на g7. Ну, и возникает интереснейшая позиция, в которой у черных преимущество двух слонов, а у белых пешечный центр. И достаточно, ну, такой ощутимый перевесик в пространстве. Он, может, не очень большой, но мы видим, что белые на четырех рядах, а черные на последних трех. И очень сильный ход слон a6. Он мне очень понравился. Идея в том, что пешку на e4 брать нельзя. После конь d2 слоном крайне сложно отойти на хорошее поле. То есть, найти хорошее поле для отступления. На d5 он попадает под c4, на f5 под g4. Защитить его пешкой, скажем, ходом d5, это попали под f3. И слон неожиданно потерялся. То есть, мне это очень понравилось, что там слон f5, g4. Достаточно необычно в центре, при куче свободных полей. Поэтому пришлось меняться на a6. И вот эта позиция уже точно с некоторым плюсиком у белых. Но она крепкая. И в ответ на a4 очень сильный ход a6. Я помню, как лично мучился против Ивана Букавшина. Тоже очень сильного нашего игрока, который рано ушел из жизни. Дал ему пойти опять в сходной структуре. И потом по линии а просто потерял пару пешек. И ничью сделал каким-то просто чудом. Даниил играет неторопливо. То есть, просто держит напряжение. И эта позиция по структуре очень сильно напоминает позицию из партии Карпов-Глигорьевич. Там Анатолию Евгеньевичу удалось захватить линию а. И потом просто влезть в обжорный ряд. И уверенно победить. Здесь линию а захватить удается. Даниилу тоже удается захватить линию а. Но таким интересным способом. Ему пришлось разменять по одной ладьи. Тоже, я думаю, перевес белых неоспорим. Слон на а6 стреляет пока что в пустоту. Но непонятно, как все-таки доказывать, что перевес белых существенный. Если бы сейчас можно было пойти ферзь а2. Вот прямо сейчас. И потом ладья а6. То, конечно, я уверен, что белые бы победили. Не получается. Поэтому b4. И здесь играющий черными Рудик Макарян нашел отличную идею. Он перестраивается на линию c. По-моему, конь а3 уже немножко не туда. Потому что, ну, то есть стоило мне, как мне кажется, стоило либо ладья а2 аккуратненько отступить. Соглашаясь с тем, что перевеса нет. Либо конь е1, чтобы его на f3 вообще поставить. Хотя там ферзь c4. Да, скорее всего, ладья а2. Вот. А после коня а3 фигуры черных заходят к белым в гости. И выясняется, что угрожает слон е3, слон бьет f2. Как известно, ферзь это самый плохой защитник, который только может быть. Я не знаю, может быть, была возможность взять на d6. Но тут надо даже не со слон е3 считаться, а с ладья c1, с идеей ферзь d1. И даже с ферзь бьет b4. Висит ладья, висит конь и висит на е4. То есть, если честно, я не разбирался, почему плохо взять на d6. Но видно, что позиция белых становится очень опасной. А после ладья а1 она просто проигранная. Взяли на b4, висит пешка е4. Сильный ход слон d2. И ладья не может попасть на е2, чтобы пешка е4 была защищена. А вынуждена уходить с линии е. И черные забрали две пешки и приступили к матовой атаке. Ладья в обжорном ряду. Это страшная сила. Все, висит на f2. И брать слона нельзя. Из-за ферзь бьет g3 и ферзь h2 мат. Вот на этом шахматная часть сегодня тоже закончилась. Молодежь играла интересно, здорово. Ну и напоследок я бы хотел выразить огромное количество слов благодарности. Ну в первую очередь вот девочкам, которых вы видите на фотографии вместе с призерами. Алине Бивол и Ольге Боделько за кипущую вообще какую-то фантастическую энергию, с которой они взялись за этот проект. И благодаря которым, в первую очередь благодаря которым все это состоялось. Ну вот так как это было. То есть они, если я правильно понял, вложили свои деньги в призовой фонд. Начали со звона, с организаторами, с федерацией, ну со всеми с кем можно. Начали оповещать людей. Все задолго. Ну то есть за несколько недель до старта. И в относительно короткие сроки сумели добиться того, что прошел турнир. Причем прошел турнир именно так, как он проходил всегда в Челябинске. То есть по шушаринским традициям. Ну понятно, что Челябинская областная шахматная федерация. Или федерация шахматная. Не имеет значения, да? Наверное. Имеет огромнейший опыт. Вот и даже вот призы по категориям. То есть те же категории, которые были у Максима Анатольевича. И как мне кажется, те же ошибки. Все-таки как человек, который в категории 50-65 набрал больше всех очков. Я бы претендовал все-таки на медальку. За лучший результат среди этой категории. Не на приз. Приз, конечно, мне лучше было взять седьмой. Вот. Понятно. А на медальку, да, вполне претендовал. Очень благодарен Ольге Петрухиной за великолепный ролик. И, естественно, помимо Ольги Петрухиной, всем, кто записал на него слова. Очень благодарен родителям, сестре, сыну за то, что тоже были на этом мероприятии. Отцу за то, что на заключительном мероприятии рассказал, как рос вообще Максим Анатольевич, что там, как он из него делал того замечательного человека, которого мы знаем. Ну да, естественно, Челябинская областная шахматная федерация, я это уже сказал. Ну и, да, и директору турнира и по совместительству директору помещения шахматной школы за это помещение Андрею Анатольевичу Севастьянову тоже надо сказать, что без активного вмешательства Максима Анатольевича Шушарина, скорее всего, этого помещения бы у шахматной школы не было. Ну и, конечно, я благодарен всем участникам, судьям, всем, кто был знаком с Максимом Анатольевичем за то, что вы смогли найти в себе силы и найти возможность, отложив все дела, принять участие в этом турнире. И также я надеюсь, что этот турнир станет традиционным и что он будет именно турниром памяти Максима Анатольевича Шушарина. Я знаю, что в следующем году запланирован турнир Уральский Максимум, но это Максим Анатольевич из скромности. При жизни ему было очень неудобно турниры своим именем называть. И вот нашли возможность организовать серию турниров с таким названием. Но сейчас, когда Максима Анатольевича нет, мне кажется, абсолютно права Ольга Боделько, что этот турнир должен не просто сохраниться, но и поносить название Мемориал Шушарина. Все, всем спасибо. До свидания.